ура дождались первый снег в этом году нет неправильно первый снег это зимой в этом году он уже был прошлой зимой скоро новый год хочется вот такой вот приятной погоды на вы не очень холодно ветра нет снежок такой сыпет легенький приятный класс ну и конечно мы не удержались такую прекрасную погоду чтобы создать себе новогоднее настроение мы отправились гулять вернее мы сначала поехали на машине наш даунтаун это центр нашего города и по дороге решил немножко поснимать потому что погода действительно сказочная вот знаете такая рождественская новогодняя вот так вот как оно должно быть легкий снежок оседает на деревьях на елочках все такое знаете очень-очень белым белой и просто замечательно и прекрасно пока мы едем я вам расскажу немножечко о моем городе называется он оквил провинции онтарио полчаса из да даунтаун торонто и в нашем городе очень часто снимают крисмасные фильмы вы знаете что в в америке в голливуде есть целая такая культура рождественских фильмов это обычно очень добрые очень такие красивые приятные для глаз фильмы всегда с очень хорошим концом как правда какая-то любовная история происходящая в каком-то маленьком американском городке действие происходит зимой вот такой вот снежок легкий сыпет и вот такой вот сказочное зимнее настроение и пейзажи так вот я хочу сказать что очень много этих фильмов снималась именно в нашем городе потому что если вы не знаете то торонто вообще очень много снимается фильмов голливудских они приезжают к нам очень часто вот большие города они снимают у нас сторон так будто бы вот просто какой-то большой американский город снимается это все в торонто где даже знаю что у нас в онтарио есть веб-сайт который отслеживает в каком районе на какой улице торонто снимают какой фильм голливудский какие звезды там приехали если кто-то хочет подойти посмотреть то вот как бы сообщается об этом людям это очень забавно я никогда это не делала мне в общем-то не охота было этим заниматься но тем не менее вот такой факт так вот наш пригород оквилл он является так сказать родиной вернее плат площадка для очень многих фильмов именно связанных вот с рождеством с какими такими волшебными событиями вот знаете такой ну вот посмотрите вот мы доехали до нашего даунтона у нас довольно старый город вот если я сейчас приближу вы увидите что табличка на этом городе гласит что дом был построен в 1859 году ну как старый для северной америки это старый для европы это конечно совсем не старая но тем не менее домики такие сказочные такие знаете именно вот такие старо английском стиле и пошли мы по нашей центральной улице и я поснимала кое-что вот посмотрите как мило как приятно усыпанная снегом рождественские композиции как замечательный дяденька хозяин итальянского ресторана и мы видим там скучно он вышел на улицу и разговаривать со всеми прохожими ну такой у нас города деревне люди в общем то иногда встречаясь на на улицах разговаривать между собой а вот это вот боль боль и тос и печали тоска я вам сейчас расскажу что это такое центральная площадь нашего города каждый год на рождество здесь устанавливали шикарную большую красивую елку украшали ее шикарными игрушками лампочками все это светилось горело был восторг и просто просто восторг но с прошлого или с позапрошлого года я точно не помню защитники окружающей среды в общем-то перебили традиции наши и решили устанавливать искусственную вот такое вот сооружение как бы такая инсталляция которая изображает елку рождественскую выглядит так себе не очень на мой взгляд какой-то знаете индустриальный дизайн который совершенно абсолютно не подходит не духу нашего города не архитектуре не тому что в общем то жители хотят видеть я знаю что мэрию нашего города страшно критиковали за это решение но тем не менее осталось как осталось вот теперь каждый год у нас устанавливают какие-то сооружения похоже собраны из каких-то старых шин обтянутых блестящими серебряными золотыми лентами ну в общем что тут поделать витрина магазина по-моему винта не винтажный вернее а секонд-хенд но такой лакжери секонд-хенд потому что вот этот кулон если может быть не видно это кулон от шанель я хотел туда зайти но муж мы не очень хотел ходить по магазинам я его понимаю мы не для этого вышли мы вышли прогуляться вот его в инстаграме его адрес я может быть зайду посмотрю мне стало интересно все-таки настоящие елки есть видите вот возле магазинов хозяева магазинов устанавливают елочки настоящие украшают их все это усыпано снежком так приятно прелестные вот эти все витрины с разными новогодними и рождественскими композициями очень все мило елки такие замечательные все-таки настоящая елка это настоящая елка девочки не знаю как то мы стараемся ставить настоящую елку каждый год не знаю как получится в этом году но попробуем почему не знаю как получится в этом году потому что как ни странно вот вы удивитесь но наш дефицит канадский распространился даже на на елке у нас в прошлом году раскупили елки настоящие в течение там пару недель в этом году тоже их они есть не как-то очень мало и если мы раньше покупали елку там за 40 за 50 долларов то сейчас они стоят 80 90 и мы как-то стали думать у нас есть искусственная елка которая можем поставить она много лет у нас уже существует мы иногда ее ставили но в основном ставили настоящие а в этом году что-то задумали знаете как-то и решили что может быть почти 100 долларов выбрасывать на елку которая поставит пару недель это как-то может быть не совсем разумно посмотрим не знаю вот а пока что мы отправляемся гулять дальше а Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Дорогие друзья, надеюсь, что вам понравилось мое видео Я немножко добавила вам настроение новогоднего и рождественского Вот такими зарисовками природы нашего маленького городка Надеюсь, что вам понравилось, было интересно Увидимся в следующем видео С вами была ваша Дита из Канады Пока-пока-бай